Алматы станет центром межэтнического согласия и межрелигиозного взаимопонимания. Об этом сегодня заявил Бакаджан Сагентаев, открывая республиканский форум Ассамблеи народа Казахстана в Доме Дружбы. По словам Акима, в городе продолжат создавать условия для развития культур всех наций и в то же время будут усиливать роль казахского языка. Обращаясь к представителям этнокультурных объединений, глава мегаполиса рассказал о семи приоритетах развития Алматы. Подробнее обо всем Рамина Мирзалимова. Перед началом форума для Бакаджана Сагентаева провели экскурсию в фойе Дома Дружбы. Акиму показали выставку прикладных искусств. Ее организовали представители этносов. В Алматы на сегодня открыты офисы 19 республиканских и 37 городских этнокультурных объединений. У мегаполиса есть все шансы стать центром межэтнического согласия и межрелигиозного взаимопонимания, сказал глава города, открывая форум. Город Алматы многонациональный. Здесь в мире и согласии проживают представители более 100 этносов, объединенных общей идеей, общей национальной единства под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Наши граждане говорят на своих родных языках, сохраняют свою самобытную культуру и традиции, свободно исповедуют свою традиционную религию. Сегодня же Бахаджан Сагентаев рассказал о семи приоритетных направлениях развития Алматы, в частности мегаполис перевоплотится в безопасный, инициативный, деловой и более культурный город без окраин. По словам Акима, уровень образования будет повышаться до тех пор, пока алматинские университеты не окажутся в числе конкурентоспособных вузов мира. Отдельно Бахаджан Сагентаев остановился на реализации послания президента, краеугольным камнем которого считается концепция слышащего государства. Как отметил президент, наша общая задача воплотить в жизнь концепцию слышащего государства, который оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные вопросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничные государства, встроенные в контексте современной геополитики. Наши тактические шаги в этих направлениях определены, и мы уже перешли к их реализации. Разработан нами конкретный план действий по всем вопросам волнующего общества, это и развитие медицинской образования, безопасности и социальной поддержки. Ключевой момент встречи – развитие казахского языка, который превратится в язык межнационального общения. При этом в Алматы будут создаваться условия для развития традиций и культур этнических групп, повысится авторитет неправительственных организаций. Говорили на форуме о развитии аграрного сектора страны. Так, в рамках программы «Аул Ельбес ИГ» выделят 90 миллиардов тенге. Тут-то и должны подключиться советы общественного согласия. Очень многие вопросы, которые поднимаются населением, которые волнуют чаще всего наших граждан, которые находятся в разных регионах, они находят свои решения именно через эту площадку диалога и совет общественного согласия. Это и благоустройство, это улучшение социального пакета. В пример привели автошколу для людей с ограниченными возможностями. Учреждение открыли в Петропавловске при содействии АНК и Совета общественного согласия. На сегодняшний день есть результаты, например, взять ту же самую автошколу для людей с ограниченными возможностями. Это 14 человек-выпускников, четверо из которых являются как раз таки люди с ограниченными возможностями по раме опорного двигателя, аппарата. Они на общих правах, как и здоровые люди, сдали экзамены, получили водительские права. На сегодняшний день есть спрос, звонят уже с других городов. Ассамблея народа Казахстана была создана в далеком 1995-м по инициативе Нурсултана Назарбаева. С тех пор консультативно-совещательный орган объединяет под своим крылом все 140 этносов, проживающих в Казахстане.